Приветствую всех гостей и подписчиков моего канала. Когда после Олимпиады поступило сообщение от главного врача российской олимпийской сборная Андрей Жалинского о том, что все допинг-пробы, взятые у наших спортсменов в Токио, оказались отрицательными, я решил не делать по этому поводу отдельное видео, так как тема допинга порядком поднадоела в последнее время и подумалось, что все обвинения россиян канут в прошлое. Но проблема пришла оттуда, откуда совсем не ждали. Или вернее не рассчитывали, что такое может когда-либо произойти. Тот самый рекомбинантный эритропоэтин, который портит жизнь, и до сей поры нашему биатлонисту Александру Логинову, теперь обнаружен в организме триатлониста российской сборной Игоря Полянского. Это произошло на предолимпийском сборе во Владивостоке 21 июля. Напомню, как выступал наш атлет на двух последних играх. В Рио-де-Жанейро он занял 31 место, в Токио же стал только 43-м в личном турнире, Кроме того, команда по триатлону в составе Дмитрия и Игоря Полянских, Александры Разареновой и Анастасии Горбуновой заняла в Токио 14 место. Спортсмену грозит дисквалификация, причем довольно реальная и серьезная. У Полянского есть возможность вскрыть пробу «Б», а также оспорить временное отстранение в спортивном арбитражном суде. Сегодня после обеда поступило заявление от министра спорта России Олега Мотыцына о том, что Министерство спорта примет максимально жесткие меры к триатлонисту Игорю Полянскому в случае подтверждения применения допинга. Игорь Мотыцын уверен, что этот случай является единичным на Олимпиаде, но он серьезно портит имидж России на международной арене, являясь неприятным фоном к успешному выступлению нашей команды. Министр заявил, что в случае причастности к данному инциденту других людей, к ним также будут применены самые жесткие меры наказания. Депутат Госдумы Дмитрий Свящев заявил, что в случае подтверждения у спортсмена пробы «Б», и если Полянский никак не сможет объяснить происхождение положительной пробы, то он должен будет понести самое серьезное наказание. В Федерации триатлона России заявили, что по результатам первой пробы спортсмен будет отстранен от соревнований. Также они заверили общественность, что будет проведено расследование, в том числе в отношении тренеров спортсмена. На этом с вами прощаюсь, всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, Ренат.